Российская армия лишается генералов США, разрешает обстреливать РФ и как спалить все сопротивление одной рассылкой белорусский рецепт. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире НЕХТА самые важные и интересные новости. Россияне не в силах штурмовать Харьков, а бои ведутся только на границе и в Телеграм. Безусловно, это серьезно осложняет действия наших войск и создает такое напряжение на фланге. Макрон летит в Новую Каледонию, опасаясь выхода региона из состава Франции. Результаты Нумейского соглашения не идеальны. Мы все выборные должностные лица Новой Каледонии совершали ошибки. План Перамога провален спам-рассылкой и политической рекламой. Слушайте, у меня сейчас встреча срочная. Можете скинуть пока мне вопросы? Спасибо, что смотрите. Спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте про комментарии и не забывайте подписываться на канал. Ну и не забывайте про кнопку суперспасибо. Это очень важно для того, чтобы поддержать то, что мы делаем. Поехали. Еще один генерал за решеткой. Замглавы Генштаба Российской Федерации Герасимова, начальник главного управления связи ВСРФ, генерал Шамарин арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере. Сесть он может на 15 лет, но пока суд отправил за решетку его на два месяца. Это уже третий случай ловли на взятки в особо крупном размере российских генералов. Похоже или на плановую работу, или на плановую чистку. Борьба с коррупцией – это последовательная работа. Это не компания, это постоянно продолжающаяся работа. Это составная часть, собственно, деятельности наших правоохранительных органов. Она продолжается во всех ведомствах, будь то федеральное ведомство или будь то муниципальный уровень. По деталям я ничего не могу сказать, я бы не имею на это полномочия. Никакой компанищины здесь, конечно же, в речи не идет. Вот это все, что мы можем сказать. В серии взрывов в Харькове как минимум 10 ударов нанесли россияне по городу, пишет об этом мэр в своем Телеграм. Взрывы звучали в разных районах Харькова, но в украинской разведке не считают, что российская армия будет пытаться штурмовать Харьков. Сейчас мы видим именно пограничную операцию. И то, что происходит, это не наступление на Харьков. Сумы? Если будет основание для беспокойства, об этом будут официально сообщать. Ситуация там хорошо известна. И планы, и ресурсы врага также. Слова представителей разведки косвенно подтверждают и сами пропагандисты, и их военные блогеры. Заявляя о взятии Клещеевки и продвижения к Часовому Яру, то есть в другой стороне. Аналитики Института изучения войны утверждают, что силам обороны удалось вернуть себе позиции на окраине восточной части Часового Яра. Чем важен этот район, мы спросили у военного эксперта Сергея Грабского. Безусловно, это серьезно осложняет действия наших войск и создает такое напряжение на фланге, на фланге в районе Часов Яра. Как ситуация будет развиваться, сейчас вряд ли кто-то может предположить, потому что я еще раз говорю, на сегодняшний день есть такое понятие, как окно возможностей, которые Россия по максимуму пытается использоваться, не считается своими потерями, ну то есть в угоду этому окну возможностей они кладут все доступные ресурсы, которые только есть в наличии, поэтому как дальше ситуация будет развиваться, сказать, очень-очень сложно. Но да, мы осознаем угрозу, мало того, Украина прекрасно понимает, что Часов Яра – это одно из направлений сосредоточения основных усилий российских оккупантов на сегодняшний день на Восточном фронте. Российские каналы утверждают, что их армия продолжает бои за Волчанские, в целом при граничье. Это подтверждает слова представителя ГУР о том, что российская армия не продвигается вглубь территории Украины. Белорусам, участвовавшим или участвующим в плане Перамога, пришла рассылка из соответствующего бота, который теоретически должен был сигнализировать о запуске того самого плана Перамога, но сигнализировал призывами голосовать за блок представителя Байпола Александра Азарова в выборах в Координационный совет. Неожиданно для себя письма получили в том числе и белорусы внутри страны, которые давно удалили чат-бот и ни о каких выборах даже не слышали. Использование чат-бота плана Перамога, который должен был в определенный день организовать рассылку сообщений с последовательностью конкретных действий по свержению режима, мягко говоря, некорректно. И многие белорусы, которые даже сейчас находятся под следствием после протестов 2020 года, оказались в условиях, когда им может угрожать еще одно уголовное дело в Беларуси. Мы связались с Александром Азаровым, чтобы спросить его о мотивации в создании такой рассылки и его рекомендациях, как быть тем белорусам, которые могут от этого пострадать. Александр, добрый день. Меня зовут Алексей Бурлаков, канал «Нехта». Есть у вас несколько минут. Можем поговорить с вами удобно? Так, а вы интервью хотите взять или как-то? Да, я хочу. Скажите, когда вам перезвонить. Я перезвоню. Через часик где-нибудь. Через час. Хорошо. Ну, а если сначала Александр соглашался записать интервью, то... Алло. Да, Александр, добрый день. Еще раз Алексей Бурлаков, канал «Нехта». А, да, добрый день. Слушайте, у меня сейчас встреча срочная. Можете скинуть пока мне вопросы? Хорошо, давайте скину. А через сколько тогда мы сможем с вами связаться? Где-нибудь, так, в районе часу. Без пятнадцати. Ну, да, через час давайте. В назначенное время нас встретили гудки. Спикер палаты представителей США заявляет, что нужно разрешить Украине наносить удары по территории РФ американским оружием. Отвечая на вопросы журналистов, Джонсон высказал свое мнение. Обретет ли это мнение официальную оболочку, будет видно. У них, Украины, должна быть возможность давать отпор. Думаю, наши попытки управлять этим на микроуровне – это не лучшая политика для нас. Действительно, в последние несколько недель Украина активно призывает администрацию Белого дома снять ограничения на использование американского вооружения. Для убедительности в США выдвинулась целая делегация. Почему это так важно? Ведь Украина имеет вооружение, способное достать далеко, вглубь территории России. Мы задали этот вопрос военному эксперту Сергею Грабскому. Нужно понимать, что такое наносить удары американским оружием по территории Российской Федерации. Если смотреть с точки зрения Российской Федерации, то мы уже давно наносим удары американским оружием по территории Российской Федерации. Есть небольшая коворка «Мы наносим удары по территории Российской Федерации», которая описана в той бумажонке, которая почему-то называется «Конституция России». того недосубъекта международного права, который пока что называется Российская Федерация. Там же территория Крыма в этой бумажонке указана как территория Российской Федерации. Мы же бьем по ней, бьем. Измерьте расстояние от допустимых пусковых районов Украины до таких локаций, как Валуйки и Вуразово на территории Белгородской области. Там, где находится одна из крупнейших российских логистических баз. Уничтожение этой базы приведет к очень серьезным последствиям на большей части Восточного фронта. Если на уровне спикера Палаты представителей звучит такое заявление, значит, эта идея не маргинальная. Двухпартийная группа американских законодателей направила письмо министру обороны Ллойду Остину с просьбой разрешить Украине использовать американское оружие против стратегических объектов на территории России, пишет об этом «Голос Америки». Необходимо, чтобы администрация Байдена предоставила военным лидерам Украины возможность проводить полный спектр операции, необходимых для ответа на неспровоцированные нападения России на их суверенную землю. Как это изменит правила игры и как на это отреагирует российское командование? Может ли все это перерасти в ядерное противостояние? Нужно понимать, что любой носитель с дальностью действия более 300 километров, который оперирует в алгоритме поверхность-поверхность, то есть земля-земля, потенциально рассматривается как носитель ядерного оружия. И применение такого вида оружия – это совершенно другой уровень противостояния. Поэтому я очень большое внимание уделяю именно этому сообщению. А что касается того, насколько эффективным будет нанесение таких ударов, да, безусловно, потому что мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день Россия банально не готова прикрыть свои логистические центры, коммуникации, собственно, на территории, международно признанной территории того субъекта международного права, который пока называется Российская Федерация. И такие удары могут очень серьезно ослабить оккупантов. Сейчас они, ну, как бы, понимая свою относительную безнаказанность, достаточно бодро оперируют с территории Российской Федерации. Теперь представьте себе, если Украина сможет создать такой огневой экран, который уничтожит российскую логистику на расстоянии как минимум 200 километров от границы. Интересный момент в том, что в случае снятия запрета на использование американского оружия Украина теоретически сможет наносить удары и по территории Беларуси, если это, конечно, понадобится. Украине нужно наносить удары именно дальнобойным оружием и большим спектром. Мало того, я когда-то говорил, так полушутя, что я сплю и вижу, когда в Украине появятся старые добрые томогавки, чтобы Украина могла наносить удары в любую точку на территории Российской Федерации, если понадобится, то и сателлитов Российской Федерации или оккупированных территорий Беларуси. Если такая потребность возникнет, пока такого нет. Макрон прилетел в охваченную протестами Новую Каледонию. Говорит, полицейское подкрепление в Новой Каледонии будет находиться там столько, сколько потребуется. После осмотра районов, опустошенных беспорядками, на управляемом Франции Тихоокеанском острове, которые были инициированы недовольными избирательной реформой местными жителями. Визит Макрона был организован спешно, после того, как шесть человек были убиты в ходе беспорядков. Что мы можем сказать, так это то, что результаты Нумейского соглашения не идеальны. Мы все выборные должностные лица Новой Каледонии совершали ошибки, и поэтому мы должны быть уверены, что сможем построить все по-другому. Поддержка молодежи — это то, что важно для нас. А затем создание настоящего социального проекта. После этого есть институциональный политический проект, но мы его еще не обсуждали. Нумейское соглашение 98-го года положило конец десятилетию насилия. Оно описывает путь к постепенной автономии региона. Истечение срока действия соглашения в 2021 году и бойкот канаками референдума независимости, проведенного во время пандемии COVID-19, с тех пор привели к политическому тупику. Хочу вас поблагодарить и напомнить еще раз, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, вашим донатам, спонсорству и тому, что вы нажимаете кнопочку «Суперспасибо» и тем самым поддерживаете нашу работу и помогаете нам создавать все новые и новые видео. Спасибо вам за это и не останавливайтесь. Также подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все это тоже помогает нашему и вашему развитию. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok